В Загорске там тоже можно прокатиться с ветерком, но по лестнице и прямиком в больницу. Так и произошло с героем нашего сюжета из рубрики «Дежурный по городу». Как быть, когда коммунальщики забывают о своих обязанностях и есть ли шанс доказать их вину? Ответы искала Елизавета Рябова. Сегодня она несет дежурство. Март – это не только капризы погоды, но и головная боль всех коммунальщиков, особенно дворников. Улицы превращаются в ледяные аттракционы. И одну из таких стихийных горок опробовал наш герой. Со слов ребенка, да, вот просто шла, ну просто думала, что вот на ступень, на вторую, оступилась, раз, и скатилась до самого низа. Поставили диагноз – перелом копчика со смещением. Сейчас находится ребенок дома. Часто такая проблема здесь? Каждую зиму, сколько мы здесь живем, уже 10-9 лет, ничего не очищается, никаких мер не применяется. Посыпать скользкие участки – дело рук либо управляющей компании, либо городских служб. Но почему-то и те, и другие про свои обязанности на этом участке забыли. Поэтому, если вы получили травму, сначала нужно выяснить, кто ответственный за ту территорию, где произошел инцидент. Здесь есть управляющая компания в этом доме? Ни разу я 13 лет живу, никакой компании не было тут. А слава местных жителей, что управляющей компании здесь нет, мы только убеждаемся. Грязно не только внутри дома, но и снаружи. Поэтому искать ответственных мы направились в Комитет городского хозяйства. На Краснодонской один лестница расположена на муниципальной земле. Она у нас не включена в титульный список уборки города. У нас в титульный список включено 78 лестниц. Это лестницы первоочередные. Эти лестницы ведут к соц. объектам. И данную лестницу мы не включили, потому что она не ведет к таким объектам. Сейчас мастер уже высыл, и она уже очищена. После того, как мы узнали, кто ответственный за скользкий участок, вы имеете право обратиться к ним и потребовать компенсацию за причиненный вред. Это управляющая компания, если падение произошло на придомовой территории. Собственник здания, если пострадавший упал на территории торгового центра. Если падение произошло на тротуаре, остановке или ином общественном месте, то ответственность за причиненный ущерб будет лежать на муниципальном образовании. Ну а мы на этом останавливаться не будем. Намерены обращаться. Писать заявление с возмещением морального ущерба, иска. Для обращения нужно подготовить заявление на адрес виновника и документы, подтверждающие причиненный вред. И если ответственные отказываются признать вину, можно обратиться в суд. Ну а если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить в одиночку, звоните по указанному номеру. Будем искать ответы вместе. По городу вы не дежурили Елизавета Рябова, Данила Жарко, телекомпания Оригус.